Инициативные и активные. Работники сферы энергосистемы собрались вместе. В Гродно прошел первый областной молодежный форум «Энергия будущего». Участникам до 35 лет. Это специалисты отделов предприятия Гродноэнерго и его филиалов. Инженеры, работники экономического направления или сбыта энергии. Кто-то из них отвечает за модернизацию электростанций, а от кого-то зависит, как будут проходить линии электропередач в городе и области. Это будущие руководители энергосистемы региона. Многие из специалистов состоят в резерве кадров своих филиалов. Руб Гродноэнерго или Министерство энергетики. Для того, чтобы из молодых людей получились грамотные управленцы, им нужен опыт и знание уже подкованных руководителей, умение ориентироваться в политической и новостной повестке. На все вопросы отвечали специалисты. Здесь разносторонняя тематика этого форума. Первое, мы ставили для себя задачу, чтобы объединить молодых людей в единый коллектив. Большой коллектив нашей энергетической семьи. Без молодых людей у нас не будет будущего. И сегодня на площадке многие моменты будут рассматриваться. Именно то, каким мы видим, каких мы видим молодых людей в будущем, как они должны действовать, какие шаги они должны предпринимать. Молодежный форум рассчитан на несколько дней. Открывает его панельная дискуссия. Затем деловая игра, тренинги по личностному росту с участием психологов, посещение «Мини-ГЭС» на Августовском канале. Я работаю в энергосистеме около шести лет. Летом будет шесть лет, как я работаю в филиале «Гродненские электрические сети». Я являюсь председателем молодежного совета «Руб Гродная Энерго», который был создан в феврале 2023 года. Недавно обсуждали вопрос того, чтобы мы встречались чаще, как минимум раз в месяц, для того, чтобы обсуждать какие-то проблемы, выносить их на общее обозрение, чтобы генеральный директор был в курсе, помог решить эту проблему.